Здарова, бандиты, бигдегенство снова с вами, так что поверим? Да. Сегодня будет запись Зала Героев и Коустории, наверное. Посмотрим. Сейчас начнём запись. Там что-то руками, наверное, побить придётся какую-то из волн, я не знаю какую. Наверное, четвёртая или третья. Что-то из этого надо будет побить руками по поводу русалки. Ой, не русалки, а Лисы Тьмы сразу. Сразу перейдём к делу, начнём с неё. Потому что... А потом продолжим. Всем остальным. Она полное говно. Я знаю, я знаю, сейчас сразу же в комментах будут челики, которые начнут моментально там... Ты чё, я ей пользуюсь, это вообще самый лучший монстр, блядь. Ты просто нихуя не понимаешь, если ты назвал её говном, чтобы у тебя хуй отсох. Я знаю, сейчас такие будут, сейчас такие дауны появятся в комментариях. Но... И другие-другая категория даунов будет утверждать, что YDCB её юзает, и типа... Ну, наверное, не все знают, кто это, но я думаю, такие тоже найдутся. Что все будут утверждать, что YDCB её юзает, это самый крутой монстр в галактике. Нет, это полное говно. Объясню почему. Потому что YDCB пользуется ей против бомжарских гильдий уровня, как бы, раза в три ниже, чем он. То есть, он сам находится, во-первых, насколько я помню, не в основной гильдии, а во втором составе, где тусит народ, который типа без напряга играет, короче, если так можно выразиться. Это не фарм гильда, но и не хардкор гильда, которая там 24 на 7 играет, рашит, ГВ, там, и всё такое. То есть, они в субботу, по-моему, бьют. Или в воскресенье у них, да, наверное, бьются мечи, или там... Я не знаю, как у них там это на их сервере происходит, потому что у них это воскресенье, у нас это суббота. Странная хуйня, короче. В общем, смысл в том, что они бьют два или три мяча, вроде, во время раша, если я ничего не путаю. Хотя я давно не смотрел, но смысл в том, что он пользуется ей против чуваков, руны которых вообще намного слабее. И даже при всём при этом, она нихрена не работает. То есть, там, половину ГВ он с ней сливает. И когда он использует её против нормальных людей, то есть, против, там, реально серьёзных гильдий, во-первых, он не может найти, кем её бить, а во-вторых, там, где он, типа, пытается с ней что-то делать, блядь, у меня сейчас раздохнет. Нет. Там, где он с ней пытается что-то делать против нормальных людей, это работает, ну, дай бог, один из десяти, и то далеко не всегда так. Так, тут у нас, Хьюстон, проблемы, мне придётся вот так вот сделать. И... давай шквал. Всё, дальше хорошо всё будет. И даже, короче, и когда он выигрывает, это просто полнейшая рулетка, и монстр особо внимания не заслуживает, потому что... В общем, урон посредственный, ХП мало, скиллы тоже ни о чём, но первый скилл в империзм это вообще забеет, это абсолютно бесполезно. Второй скилл с липс, типа, с передаванием хода, это, в принципе, неплохо, но... третий скилл, как бы, ни в пизду, ни в красную армию. То есть, он её там с суккубами юзает, да, там, с мячиком, блядь, с кем-то там ещё. Ну, в общем-то... ни туда, ни сюда, короче. Не советую никому качать, потому что... Ну, вы разочаруетесь сильно. То есть, я знаю, что многие люди там сидят, думают, «Так, вот этот монстр, как раз, короче, я сейчас вот её возьму, и, типа, там, вот, у меня там хатор будет, я всех усыплять, буду бить, вообще огонь, не, нихуя не будет это работать, это полное говно». И не рекомендую даже пытаться что-то с ней придумывать, пока её как-то не усилят. Я не знаю как, я не знаю, как её надо усилять. Возможно, какой-то монстр появится, который... Блядь, я не знаю, который что-то будет ей для неё давать. Я даже не знаю просто, как они это могут сделать. Не знаю, там, что по спящему чуваку, там, блядь, вся команда, пассивка, например, вся команда получает, там, плюс 900% урона, я хуй знаю просто, как они это хотят сделать. В общем, монстр полное говно, и забейте хуй, и не качайте этот кусок говна. Так, по поводу фаренгильдии, вот в такой гильдии я сейчас... Такая гильдия. Тут большую часть людей я, в принципе, даже не знаю. Но, но, есть плюсы, есть минусы. Из плюсов то, что больше всего мне нравится... Не, начну с минусов. То, что мне абсолютно не нравится, как они... Ну, как сказать, тактически действуют на ДВ, но это, наверное, нормальный момент, потому что, во-первых, каждый видит это по-своему, во-вторых, как сказать правильно... Ну, в общем... Не знаю даже, как это правильно сформулировать, но неправильно они, короче, ставят политиков взглядов у них по поводу ГВ, дефов именно постановки, по-моему, вообще неправильно, потому что они ставят сильные дефы, в итоге потом сильно пушат, и в итоге эти дефы стоят в заднице и ничего не делают. Но это, наверное, рабочий момент, наверное, я не знаю, но... В принципе, что мне больше всего нравится, и что перекрывает абсолютно все минусы, это то, что они пиздец активные, и... реально большинство людей бьют мячи, кроме вот... Вот этого М5, он нихуя не бьет, и вот этот паучка, он тоже нихуя не бьет, а остальные чуваки достаточно активные, ну, по нескольким ГВ я посмотрел, по нескольким Сиджам, они прям вообще нормальные ваши, то есть реально люди заморачиваются, мячи бьют, и мне это нравится, потому что... ну... даже если проигрываешь, то... ну, люди выкладываются, стараются отбить мячи, это как бы круто, потому что когда ты проебываешь, и пидорасы даже мячи не отбивают, ну, это прям вообще стрёмно, меня аж, блядь, бомбит от такого, прям, ну, реально туз горит. По поводу там... постановки там дефов, расстановки, это все фигня, потому что... ээээ... как сказать... ну, не знаю, это, наверное, просто мой взгляд такой, но, по-моему, правильно, сильные дефы какие-то определенные придерживать, и потом ставить захваченные башни, ну, и это все, в принципе, тестить на... ну, так, по идее, да, лучше, потому что... вроде как все топовые гильдии так и играют, что... сильные дефы, они суют... туда, блядь, на башни, которые они захватят, если вы играете активно. Если вы играете пассивно, да, есть смысл все топовые дефы прям сразу в деф пихать. но если вы играете активно, то... получается так, что они все время сзади стоят, и до них даже, возможно, не доходят, как вот в этой игре, где, вот я сейчас показываю, где черные обезьяны и дрочен... дроченые блю... блю... блюты какие-то... дроченблюты... господи, что это за название... я даже не знаю, на каком языке, блядь, это может быть... эльфийский, гайльский, блядь... что это такое, нахуй... в общем... вот эти челики, они вообще ничего не делали, мы просто зашли, мы разъебали тут, там, там... и они... они даже мечи толком не били, мы просто заехали и всю карту нахуй снесли... они вообще даже не шевелились... и... в гильдии много девчонок, ну и мне... ну как... я имею ввиду, что руководят... гильдией... три... девушки... ну насколько я понял, может там... я не знаю, может кто-то из них... трапы, но хуй знает... в общем, я не вникал, я не видел никого из них... но... в этом есть свои плюсы и минусы, опять же, но... это... все, в принципе, неплохо... ну и по поводу... какие дефы они ставят, куда... мне тоже очень сильно... вопросы вызывает... но это фарм гильдия, это нормально... и они понимают, что это не супер топовая гильдия... если люди здесь бьют мечи и... делают что-то адекватно, там вместе пытаются что делать... это уже хорошо, потому что это все-таки фарм гильдии... а не какая-то супер хардкор топ гильдия... поэтому это достаточно... сильная гильда... мне она понравилась... пока что на данный момент... достаточно хорошая... и клевая... теперь перейдем... а... и по поводу... вот отбивки мечей... интересный момент... даже... нам попадалась гильда, которая явно сильнее, чем мы... но их немножко меньше было... я не помню, как она называется... что-то там драконы вроде какие-то... или что-то такое... или... не знаю... короче... какие-то типы нам попадались... где сразу несколько фармеров у них в гильде было... но их там... чуть поменьше вроде как народу... и мне вот этот момент вообще понравился... просто потому что... они... вроде у них дефы получше... как бы... вот эти четвертые... четвертые башни... так... посерьезнее, понимаете... сделаны... рим нету ебаных... да... там... всякие... Кмунорионы... там... ну все как надо... короче... ребята заряжены... и мы просто залетаем... достаем гигантский русский хуй... просто... вываливаем его им на каждую башню... и просто залетаем басутой... просто сносим все башни... а у них люди не активные... они пока... пока раскачаются... уже поздно... в особенно... его уже два раза на них попадали... это было вообще забавно... хотя блин... если гильдии ролят девки... сказать гигантский русский хуй... тоже будет наверное не сильно правильно... хотя... ну блин... нет... гигантский русский клитор... это... вообще... слишком мерзко звучит... нет... я так тоже сказать не могу... пусть будет хуй короче... ладно... перейдем к кулстори... перейдем кулстори... какой произошел момент... на... по-моему на той неделе... может быть на этой... я не знаю... и произошла там пиздец... целая драма... скрины я никакие показывать не буду... потому что это будет... не совсем уважительно... наверное... но там произошло... произошел интересный момент... гильдия... ну вот чтобы не путаться... реквием Этернити и реквием... я Этернити буду называть... муслимити... арабити называйте как хотите... а... реквием будет реквием... то есть это... реквием это... где он бля... он дизбанднулся уже что ли... нет... вот он... реквием... и вот... муслимити... короче... произошел интересный момент... они встретились... с... друг с другом... на CG... и плюс там кто-то третий был... то ли Испания... то ли... бля... ну не знаю... кто-то там третий такой... ни рыба ни мясо короче... был тот не особо сильный... в общем они встретились на ГВ... ну и вроде как... они вроде как друзья... да... типа ну... можно сказать это один филиал... который спиздил игроков у другого... но... вроде как они все... в кавычках семья... и происходит интересный момент... а... они... я не знаю что случилось... но... почему-то реквием... или... муслимити точнее... приняли это все пиздец как... как вызов нахуй что-то надо показать блять... какие они пиздаетые... эти написали... давайте там... типа ну... не съедать оппонентов... реквием написали... давайте не съедать оппонентов вдвоем... типа ну... ну просто все пофармим и все... типа ну понятно что муслимити выиграет да... ну объективно они там самые сильные из этой тройки... понятно что они выиграют... Ну, а давайте, типа, пофармим вместе, ну, и им дадим пофармить, и сами пофармим, что не будем вдвоем друг друга сжирать, а просто, ну, в смысле, третью гильду вдвоем сжирать, а просто, типа, ну, друг у друга, короче, башни перехватывать, и чтобы все было нормально. И что делают муслимики? Они отбирают башни у Реквиема и ставят туда самые кэнсерные дефы, блять, прям ему в лоб, нахуй, прям вот на проход, короче, к ним туда, которые по-любому надо забирать, иначе тебе пиздейшн, иначе тебя отрезают. И комичность ситуации в том, что все эти кэнсерные дефы, это всякие вот эти Малонг, Арфа Света, блять, Арх Света, там Сильвея, блять, темная, там, ну, вот этот весь пиздец, короче, весь этот тяжелый зоопарк, с которым очень трудно драться, на который ты отдаешь сразу по три туповых моба каждый раз, и ведь не факт, что ты, блять, выигрываешь. И комичность всей вот этой ситуации в том, что все вот эти дефы, вот эти все кэнсерные, это все, блять, люди из бывшего Реквиема, которых они спиздили, которых арабы спиздили у Реквиема и сунули им в ёбыч все эти дефы. И такие, типа, ну что, ребят, давайте не ссориться, мы все еще семья у нас, мы, давайте дружить, пиздите нашего Арха Света, удачи, пиздите Арфу, нахуй, Света, удачи. И там у парочки людей вообще просто бомбануло, нахуй, бомбануло так, что было видно из космоса. И начался срач, ну, говорю, опять же, скрины я показывать не буду, начался такой, как, я не знаю, как правильно это назвать, как срач, но это что-то, типа, толерантный, какой-то латентный срач какой-то. Начался такой, что у людей горит, у них бомбит, они дико злятся на все это, но завуалируют это за определенными словами, да, по тексту. Ну, это прям сильно видно было по тексту людей, из реквиема, по крайней мере. И из чего бомбануло меня, из чего конкретно меня бомбануло, что чуваки из муслимите написали, типа, не, ну, а что такого, типа, ну, бывает, типа, ничего такого, мы семья, все круто. Ничего такого не произошло, ребят, вы что, типа, все нормально. То есть, они начали прикидываться дурочками, что, типа, все нормально, и они неправильно поняли, что, что они имели в виду, когда сказали, что давайте поформим, типа, нормально, ну, чтобы все все получили. Они сказали, что они неправильно друг друга поняли, что, оказывается, они подумали, что реквием просит выебать их в жопу, а не просто поформить друг с другом. Вот так, нахуй, оказывается. Ну, начали прикидываться дурочками, и я не знаю, то есть, они либо реально не понимают того, что они делают, ну, типа, насколько, блядь, вот это все тупо и абсурдно, что они сделали. Либо они это понимают, и специально это говорят, чтобы прикинуться дурочками, тогда это еще вдвойне хуевее. Тогда это вдвойне хуевее, чем это есть сейчас. Понимаете? Это... Ну, вот представьте, ты бьешь, пиздишь игроков у другой гильды и говоришь, все нормально, мы остаемся одной гильдой, если что, можем меняться игроками время от времени. А потом встречаешь их на ГВ и хуяришь их в нули, ну, просто их же, их же игроками, которых ты у них спиздил. И потом говоришь, блин, чуваки, просто произошло маленькое недопонимание, сори, и дальше хуяришь их. Ну, это типа... Это вообще, я не знаю, это просто... Да это пиздец вообще. И теперь, короче, наверное, будет раскол какой-то, я не знаю, как дальше пойдут обстоятельства. Возможно, будет какое-то реформирование. Возможно, произойдет раскол какой-то из этих гильдий, игроки куда-то перейдут, но посмотрим. Пока не ясно. Есть разговоры, которые я пока не буду. Говорить, потому что, наверное, они конфиденциально остаются. Все-таки. Но есть определенные разговоры, и, возможно, что-то произойдет, и уже давно это назревает, потому что... Там одну гильду хотели сделать, но вроде как это все никуда не вышло. Сейчас тоже какие-то разговоры ходят, но пока непонятно. В общем, пока не знаю. Мне нравится фармить, и все, и похуй вообще. Мне нравится фармить. Такой, короче, зал героев вышел. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok